Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Что за день понедельник? Сплошной динамит. Тяжёлый понедельник. Доброе утро, студия Елена Овчинникова. Я рада приветствовать всех тех, кто на той стороне эфира, всех тех, кто нас слушает. И надеюсь, что у вас достаточно большое число, вопреки расхожему мнению некоторых наших гостей, что у нас не так много поклонников, не так много радиослушателей. А я думаю и знаю, что вас много. Итак, мы начинаем работать. С вами Елена Овчинникова. Я напоминаю, что мы работаем на волне 101.0 FM, что идёт онлайн-трансляция. Зайдите на нашу страничку хакирова.ру. И если вы хотите на нас посмотреть, работает видеокамера, мы работаем и в этом режиме. Ну что ж, телефон прямого эфира 708-502. Телефон прямого эфира 708-502. И я вам признаюсь абсолютно честно, что сегодня, как никогда, нам очень нужны ваши звонки. Звонки почему? Потому что сегодня тема настолько, на мой взгляд, ужасная, которой, в принципе, не должно было быть. А если бы она случилась, огромное количество людей должно было встать на защиту пострадавшего человека. Но, увы, пока этого не произошло. И нашему эфиру мы поможем, попробуем разрешить ситуацию. Итак, если вы хотите позвонить 708-502, если вы хотите написать 8-909-720-101 и 0. И напоминаю, что на нашем сайте хакирова.ру, а также в нашей группе ВКонтакте, есть опрос. И опрос звучит таким образом. Должны ли риэлторы нести ответственность за сделки, в результате которых люди остаются без жилья? Ну что ж, на данный момент я вам могу сказать, что все опрошенные на 100% сказали, да, должны нести ответственность. Увы, насколько я понимаю, риэлторы ответственности за свою деятельность подобного толка не несут. Итак, я перехожу уже непосредственно к рабочей теме. Тема заглавлена так. Женщину с двумя детьми выселяют из только что купленной ею квартиры. Я сразу же представляю пострадавшего. Я считаю этого человека пострадавшим. И уже полиция признала Наталью Власову нашу гостью пострадавшей. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Это та самая мать двоих детей, которая осталась, по-моему, неделя до тех пор, пока Наталья с двумя своими несовершеннолетними дочерьми не будет добрыми судебными приставами, исполняющими судебное решение, и это законно, не будет выселен на улицу. Сейчас живут в тесноте, в обиде, будут жить на просторе, но холодно. Кощунственная ситуация, в которой мы пригласили помочь разобраться. Во-первых, министр социального развития Кировской области Кирилл Лебедев. Кирилл Сергеевич, здравствуйте. Я очень рада тому, что вы есть. Здравствуйте, Олег. К тому, что вы к нам пришли и то, что вы нам поможете. Также в нашей студии находится адвокат Валерий Рылов. Валерий Николаевич, доброго дня. Алексеевич. Алексеевич, Валерий Алексеевич. Бог ради, простите. Валерий Алексеевич, здравствуйте. Очень рада. Здравствуйте. Также у нас на связь выйдет уполномоченный по правам человека в Кировской области Александр Георгиевич Панов. И мы будем ждать также определенных ответов на наши вопросы у депутата законодательного собрания Валерия Турула. Мы в эфире будем работать полтора часа по этой теме. Тема сложная. Итак, сразу же 708-502 звоните, потому что закройте на медь глаза. Вы, мать или отец? У вас двое несовершеннолетних детей на руках, и вы завтра со своим немудреным скарбом просто окажетесь на улице, и идти вам некуда. Закройте глаза, представьте вот этой позиции, и вот в этом состоянии находится женщина, с которой я сейчас буду разговаривать. Итак, Наталья, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, свою историю, которая начиналась, в общем-то, совершенно по-человечески. У вас двое дочек. Да. Карина Кристина. Да. Вот. Одна старшая учится замечательно, кандидат мастера спорта по гимнастике, девочка отличница. Младшая первый год пошла в школу, девочки выросли, вы жили в однокомнатной квартире. У вас была своя однокомнатная квартира. Естественно, желание увеличить жилую квартиру. За счет материнского капитала мы хотели увеличить. Да, материнский капитал, все, поехали. И вы стали себе в том же районе, вы жили на улице Чапаева, в том же районе, где девочки учатся, школа там, начали подыскивать себе квартиру. Подыскали двухкомнатную, чуть ли не в соседнем доме. Как дальше развивались события? Квартиру нашли по объявлению, посмотрели фотографии на сайте, встретились. Квартира понравилась, пошли оформлять сделку. Сделку мы стали оформлять в фирме «Зенит», находящейся по адресу Спасская, 31. Я позволю себе вас перебивать, ваш рассказ. Почему «Зенит»? Почему именно риелторская компания, риелторская контора «Зенит»? Потому что ее представитель показал мне квартиру, и, соответственно, мы пошли в этот офис. То есть владельцы квартиры вас выводили на «Зенит», я понимаю, или просто вы же в любом случае начали общаться с собственником квартиры, с собственницей? Да, при первой встрече была собственница квартиры и плюс... Давайте назовем имя нашей героя, собственница квартиры зовут... Лазарева Оксана Сергеевна. Лазарева Оксана Сергеевна. Итак, вы пошли в «Зенит» вместе с Лазаревой. Да. И кто вас там встретил? Директор этого агентства Симонова Евгения Витальевна. Симонова Евгения Витальевна. И стремительно развивались события? Да, потому что дело было перед Новым годом, надо было быстро всем разъехаться, как говорится, и встречать Новый год. Так, и что произошло? Заключили 6 декабря договор с риелторской фирмой об оказании услуг, что они обязуются продать эту квартиру по улице Чапаева и оформить ее в мою собственность. Сразу было говорено, что часть денег у меня будет наличными средствами и часть будет материнским капиталом. Ну, это понятно, потому что материнский капитал есть, двое детей есть, и, соответственно, это расширение жилья. Ну, это стандартная абсолютная история, которая наверняка, я сейчас обращаюсь и к Кириллу Сергеевичу, и к Валерию Алексеевичу, находите что-то незаконное, ненормальное, какие-то отклонения в движениях женщины, которая хотела расширить площадь для двоих своих детей. У вас есть вопросы к Наталье? Сейчас? Ну, на данном этапе нет вопросов. Нет, ну что ж, тогда давайте дальше. 6 декабря заключили договор, и, по-моему, моментально вы в регистрационной палате? Нет, 17 числа я продала свою квартиру, 17 декабря, и в этот же день мы сделали вот эту же вторую сделку. Ну, соответственно, понятно, чтобы деньги дома не лежали, все это сделали в один день. Утром продала свою однушку, деньги привезла фирму риэлторскую днем, и вечером в 6 часов мы оформляли сделку. Сейчас поподробнее. То есть риэлторской компанией у вас заключен договор, да? Да. По которому они обязываются вам продать? Оформить квартиру, да. Оформить квартиру в собственности. Это именно был такой договор, не договор на информационные услуги, чем иногда грешат наши агентства? Нет, нет, именно было на оказание услуг. Там так и прописано, что мы обязуемся продать данную квартиру. А в договоре ответственность риэлторского агентства какой-то была прописана? Вы помните, не помните? Нет, договоры обычно стандартные. Как обычно, русский человек не считает договоры. Обычно они стандартные, но такие типовые договоры. А полагалось ли им МЗДА за их деятельность? 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей за их деятельность. То есть денежки они с вас взяли. И вы с этими документами оказались в регистрационной палате. Вас предупреждали о том, что квартира, на которую вы положили глаз, за которую вы собираетесь заплатить, находится в ипотеке. Да, говорили, но сказали, что проблем не возникнет. Не возникнет. Ну, то есть первая позиция, я прошу всех наших гостей обратить внимание именно на эту ситуацию. Значит, и все были согласны с тем, что 1 400 000 рублей выручены с продажи однокомнатной. Вы передаете Лазареве Оксане Сергеевне, собственнице квартиры тоже на Чапаева, двухкомнатной. Да. И остальная сумма, 1 800 000 вы договорились. 1 860 000. Из этой суммы 460 000 пойдет материнским капиталом. Материнским капиталом. Поскольку, значит, квартира, ипотеки и так далее, вам сказали, что вам нужна лишь справка из пенсионного фонда. Пенсионного фонда, которую я предоставила. И все. Да. Дальше ваших действий никаких не должно было быть. То есть вы передали деньги, вы сходили в регистрационную палату или куда-то, да? Вы передали документы и дальше как развивалось? То есть у вас только процедура ожидания, правильно? Да. Во время которой, я так понимаю, что вас зарегистрировали в этой квартире? Зарегистрировали в этой квартире и в конце декабря мы въехали туда. С двумя дочками? Да. Хорошо праздновали Новый год? Да. Ну вот смотрите, вот когда мать и двое девочек, да, живут в однокомнатной квартире, я понимаю, у мамы есть личная жизнь. И я понимаю, что подросшая девочка и маленькая, да, все равно есть друзья, есть подруги. Вот это вот, понимаете, в однокомнатной квартире, вот это вот, да, вот это хождение на голове. Я сама живу в однокомнатной, когда подрастала моя дочь. Я примерно знаю, что происходит. Это все, это, не, у меня одна, а тут две. И то есть радость людей, которые переехали в двухкомнатную, я реально понимаю, да. Вот. И когда закончилось ваше счастье и благополучное проживание, что произошло, когда вы, когда прозвенел первый звонок? Ну, наверное, где-то месяце феврале. Так как покупателям, ой, продавцам квартиры пришли документы из Рекпалаты о том, что сделка сначала приостановлена, а потом, что сделка вообще аннулирована. Мне, возможно, эти тоже документы приходили, но, скорее всего, на старый адрес. А она новая? Подождите, подождите. Нет. Идет регистрация, то есть люди уже знают, вы уже зарегистрированы в этой квартире. То есть документов вы не получали. Я их потом получила от Лазаревой. Скажите, пожалуйста, для специально наших гостей, специально для наших радиослушателей, чувствовали вы в себе хоть какую-то вину, хоть какую-то недоделанность в том, что вот что-то вами не сделано? Вот я знаю, что вы звонили, после Нового года звонили в «Зенит», в эту риелторскую компанию, для того, чтобы сказать, что увеличился размер материнского капитала. И вам говорили, может, справку поменять? То есть размер материнского капитала увеличивается. Да, я говорила, что возможно мне поменять справку. На что Симонова говорила, да нет, пока ничего не надо, там это все еще долгий процесс, а справка имеет срок действия. То есть возникало ли у вас подозрение о том, что они вообще ничего не делают? Подождите, что значит длительный срок действия? То есть риелтор, который собирается оформить сделку, документы отданы в регистрационную палату, и есть определенные сроки, а она говорит, не-не-не, это долго. Зачем передавать? Она понимает, что сроки регистрации закончатся, и договор будет расторгнут. Ну, здесь, скорее всего, риелтор ссылается на ситуацию, когда пенсионный фонд, он же немогновенно переводит средства по заявкам. Но достаточно быстро. Достаточно быстро, но немогновенно. Есть определенный срок. То есть середина декабря, январь, февраль. Грубо говоря, давайте уложимся в два месяца. Да, можно все-таки вопрос. Вы, когда передали эти средства, понятно, передали их по договору купли-продажи, правильно, жилого помещения. Эти средства продавцом были ли сразу направлены на погашение остатка ипотечного кредита, чтобы в дальнейшем по квартире не было никаких вопросов? Нет, как сказала им Симонова, что это вот... Симонова, это директор риелторской компании? Что всю сумму нужно гасить. А сумма у них была 1,640,000. Поэтому вот мой 1,4 миллиона надо было добавлять еще 240 тысяч. Они сказали, что тогда надо гасить полной суммой. Поэтому эти деньги, вот 1,4 миллиона остались у риелторов. А в этом есть какой-то документ? Есть расписка Лазаревой о том, что она передала Симоновой 1,180,000. Ну, соответственно, 220 тысяч ушли куда-то. То есть документы о том, что деньги получены, существуют. Документы о том, что деньги переданы риелторам, существуют. Поехали дальше. И история закрутилась, по-моему, дальше в совершенно бешеном ритме. Потому что к вам на постой пришли Лазарева, госпожа Лазарева. И ее сын, 23-летний. И сказали, мы здесь будем жить. Да, так как мы являемся собственниками, мы платим ипотеку. Сына вселили 30 июня. Так. А Лазарева приехала из Нижнего Новгорода 15 сентября, когда у нас был первый суд о выселении в Ленинском районе. И вот с 15 числа она проживает сейчас. А регистрация по месту жительства у них где? У Коршовского Дмитрия. Это сын Лазаревой? У него в Зуевском районе, а Лазарева так и продолжает быть прописана в этой квартире. То есть зарегистрирована в этой квартире. Так. И то есть они туда вселились просто это самое. А вот к этому времени, когда вот вы получили документы о том, что в конце концов вы их получили, сама Лазарева вам эти документы принесла, о том, что регистрация, вернее, о том, что регистрация прекращена, то есть вы уже не зарегистрированы в этой квартире, в связи с тем, что недоплачено. Да. Вы к кому пошли с вопросами? В риалтерское агентство. То есть госпожа Евгения Симонова и... Что она вам сказала? Она тоже нас кормила, так сказать, завтраками. Я ходила, и Лазарева к ней ходила. И караулили её, и на телефон она потом мне отвечала. В итоге, в июне месяце мы вдвоём с Лазаревой пришли в этот офис и просто потребовали вернуть деньги. Так как я на данный момент уже поняла, что тут что-то всё нечистое, что я нашла себе другой вариант и сказала, верните мне деньги, я уезжаю. На что Симонова сказала, денег нет, мы их вложили. Просто даже прямым текстом она так и сказала. Говорит, почему деньги должны лежать, деньги должны работать. А так как мы их вложили, видимо, куда-то, что не могут теперь достать. Она говорит, да, мы знаем, что мы должны миллион сто восемьдесят, но двести двадцать вы там потом сами разбираетесь, но это как бы ладно. Ну и в итоге мы вдвоём, по-русски сказать, раскрыли варежку. Господа, господин министр, я понимаю, наверное, это не ваша, наверное, область. Что-то я не поняла. То есть, понимаете, деньги передали, а мне говорят, и что мы их вложили? Идите отсюда. Мне так кажется, что риэлторская компания как-то немножко перепутала гражданина с коммерческой организацией, которая суживает деньги под процент или без процента. Нет, они бы ещё сказали, ладно, слушай, потерпи, мы тебе потом процентов дадим. Я бы ещё поняла. А не, извини, всё. Нет, они же мне предложили ещё один вариант. Можно ещё один вопрос, Наталья? За свою работу по договору, который вы с ними заключали, как вы говорите, договор сопровождения сделки, проведения этой сделки, всё-таки хотелось бы увидеть, да, о чём конкретно этот договор, потому что вы же не помните там неответственность, ничего. Если можно на них посмотреть, они вам хотя бы за свою непрофессиональную работу те 15 тысяч рублей вернули, спасая своё честное имя? Нет, я поступила немножко по-другому. Я вместо миллиона 400 отдала миллион 385. Как бы эти 15 я пока туда вот отнесла, сказала, а вот эти 15 я вам доплачу потом, когда сделка уже будет. То есть они, собственно говоря, денег с вас не взяли? Да. Не взяли. Валерий Алексеевич. Они могли взять с продавца, то есть надо смотреть, какой договор ещё. Конечно. Нет, с продавцом у них тоже отдельный есть договор, но у меня его нет. Валерий Алексеевич, вопрос к адвокату Валерию Рылову. Вы-то, Валерий Алексеевич, здесь чего видите в этой истории? Вот уже вот на этом этапе вы чего видите? Ну, я думаю, что вот на первый взгляд кажется, что люди, по-моему, как бы слишком долго находятся на свободе. Хорошо. Дело в том, что, ну, очевидно же, деньги вот они взяли, они это признают, так ведь? Да. Они использовали их в своих интересах. Я считаю, что должно давно уже быть возбуждено уголовное дело. 159-я статья, четвёртая часть, никто не отменял. Тем более у нас потерпевшие и дети там. Это безусловно, я считаю, что пока они не встанут перед угрозой надеть косыночку, они не будут соображать нормально, как обычные люди. То есть Валерий Алексеевич, это сказательно слово нары заменяет косыночкой. То есть вы говорите о том, что пока реально перед риэлторами не замаячит срок. Конечно, конечно. То есть они будут говорить, что, извините, а мы деньги-то вложили? Да. Вот мы взяли и вложили денежку. Нет, ну это вы вложили, понятно, это ваши проблемы. Вот у вас человек остался без денег. И, по-моему... И без квартиры. Да, последняя инстанция... Я подчеркну, мать двоих детей, две несовершеннолетние дочери. То есть я считаю, что у нас правоохранители опять как-то слишком долго выручиваются. Я не понимаю, возбуждено дело сейчас, либо не возбуждено. А мы к этому вопросу ещё подойдём. То есть я почему заостряю внимание именно на этом вопросе? Я пыталась поговорить по телефону. Из госпожи Лазаревой, которая продавала квартиру. Из госпожи Симоновой, которая является руководителем этого агентства. Могу сказать, что дамы весьма вольно трактуют обращённые к ним вопросы. То есть ни одного ответа по существу на мои вопросы не прозвучало. Допустим, госпожа Лазарева открытым текстом сказала. Да она дура. Вот. Женщина, лишившаяся квартиры, да. Да она дура. Она сидела, ничего не делает, и я увела её к риэлторам. Поэтому владелец компании совершенно чётко мне сказала, у нас личное отношение с Лазаревой. И так же чётко проговорила. А что, она мне денег давала? Я говорю, я знаю, есть расписка. Есть расписка. Вот. И она говорит, а у нас личное отношение, у вас это не колышет? Нет. Самое, ну, пригрозилось тем, что на нас ещё, значит, подадут в суд. Вот такая вот заверченная история. И сейчас я хочу сказать, что у нас на связи Валерий Николаевич Турула, депутат законодательного собрания. И мне бы хотелось ему задать вопрос о деятельности риэлторов. И я думаю, это самый раз и самое время. Алло, Валерий Николаевич. Да, добрый день. Я очень рада вас слышать. Ну что ж, адресую к вам свой вопрос. И я думаю, что он будет непростой. Сегодня на сайте Эхо Кирова размещен наш опрос, где совершенно чётко звучит, должны ли риэлторы нести ответственность за сделки, в результате которых люди остаётся без жилья. Сто процентов голосов говорит, да, безусловно. Но я понимаю, эта процедура совершенно ничем не предусмотрена. Ведь их деятельность не сертифицирована. То есть я могу объявить себя риэлтором. Я риэлтор, открывая риэлторскую компанию. И что я там хочу, то я там и ворочу. И за это не несу никакой ответственности. Но деньги со сделок получаю. Квартирами торгую. Валерий Николаевич, ваше мнение как депутата законодательного собрания. Ваше мнение как человека, который имеет образование и может легко говорить на эту тему. Пожалуйста, очень интересно. На мой взгляд, самый главный вопрос заключается в том, что на уровне государственной политики действительно сделали очень серьёзный такой вопрос, как риэлторская деятельность, свободным бизнесом. На мой взгляд... Свободный бизнес, свободный бизнес, то есть ничем не регламентировано. Никаких ответственностей не имеется. Да, на мой взгляд, вообще эта деятельность должна обязательно солидарно осуществляться. Не только риэлторской конторой и собственником жилья там, но и государством. Учитывая важность этой позиции. Например, во всём мире на сегодняшний день подобные структуры, они относятся к рангу консалтинговых структур. Они обязательно аккредитуются на уровне государства. И в случае, если тебя подвела структура, которая аккредитована, то солидарная ответственность наступает в том числе и государству. Перед тем, кто, извините за выражение, пролетел в отношениях с риэлторской конторой. То есть человек объявляет себя риэлтором, государство даёт ему добро. И когда, извините, скажу коротко и по-русски, когда накосячили, государство отвечает. И вдруг государство говорит, слушай, что-то не надоели твои косяки, я отзываю у тебя лицензию, я отзываю у тебя всё. Не будешь ты работать, надоело мне за тебя отвечать. Логично? Да, да, правильно. Аккредитация ежегодно проводится. И в случае, если косяки были и жалобы к какой-то структуре, то они просто её не аккредитуют и всё. Просто работать в свободном режиме нет вопросов. Но к тебе никто не подойдёт. Валерий Николаевич, вот сейчас у нас в студии находится адвокат Валерий Алексеевич Рылов. Он совершенно чётко и внятно произнёс, что здесь на его взгляд, а мы имеем право на свой взгляд, мы имеем право на своё мнение, здесь прослеживается вот в нашей истории, прослеживается 159-я статья, это мошенничество. И люди, в принципе, должны бы оказаться на нарах. Я понимаю, что мы предполагаем, что была ситуация. Как вы думаете, уголовная ответственность для риэлторов, должны ли они знать о том, что она может наступить? Лена, я, знаете, как отвечу на этот вопрос? Сам нахожусь в нескольких процессах, где, к сожалению, суды по формальному признаку занимают позицию жуликов и мошенников. Потому что так в законодательстве у нас написано. И когда очевидный факт... Прямо так и написано, что суды занимают позицию жуликов и мошенников? Да, 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 я утверждаю это. Потому что по формальному признаку бумажка есть, все знают, что она поддельная бумажка, но при этом по формальному признаку признают её доказательством. А ты выглядишь в роли верблюда и говоришь, так он же её подделал и поставил на ней печать. А она говорит, извините, вы сначала протестуйте эту бумажку. А я её вынужден признать, потому что для меня доказательством является подписанный документ с печатью. Ясно. И вот на этой основе сегодня выстраиваются все модели мошенничества. В суде доказать очевидные факты практически невозможно. Ну что ж, Валерий Николаевич, спасибо вам огромное. Мы вас услышали. Единственное, правда, знаете ещё, что не прозвучало с моей стороны? Скажите, пожалуйста, законодательное собрание каким-то образом может поменять, может изменить, может внести изменения для того, чтобы деятельность риэлторов всё-таки была достаточно жёстко регламентирована? Сегодня женщина с двумя детьми на улице оказалась. Ну, я могу сказать, что в данном вопросе мы не имеем права регламентировать чью-то деятельность. Это может быть только регламентация и ограничения, введенные на уровне федерального законодательства. Но законодательное собрание вправе выступить с подобной инициативой. Дай Бог, чтобы вы успели внести это в СССР. Лена, вот где только шаг какой не шагнёшь, везде надо выступать с инициативой на государственный уровень. Это какой-то кошмар. Понятно. Ну, где-то напоминает цирк и всё по кругу бегаем. Валерий Николаевич, спасибо, мы вас услышали. К сожалению, пока ничего с тем, что может быть связано с облегчением ситуации для Натальи Власовой, пока нет. Ну что ж, и сейчас, прежде чем мы уйдём на очень коротенький перерыв, я задам Наталье единственный вопрос. Наталья, а когда вы узнали человек, доверившийся риэлторам, которые сказали, что они сделают всё и у вас нет никаких проблем, когда вы узнали, что материнским капиталом невозможно оплатить чужую ипотеку? К сожалению, это закон. Когда вы об этом узнали? Об этом я узнала, ну, наверное, в марте-апреле месяце. И то случайно. Когда стало понятно, что они не смогут, и изначально риэлторская компания знала, что они не в состоянии перевести материнский капитал под чужую ипотеку. Да, я пришла в ипотечную компанию с документами, всё это показала, на что они, можно сказать, почти посмеялись надо мной, сказали, сделка изначально была провальная. Конечно, ситуация очень смешная. То есть все знают, что провально, кроме людей, которые берутся её оформить. Сейчас, я думаю, риэлторы в этом не признаются, скажут, что они добросовестно заблуждались. Вот об этом и шёл разговор о сертификации. Потому что человек должен знать закон. Прежде чем его исполнять или не исполнять, он должен подписаться в том, что он его знает. Сейчас у нас перерыв, буквально несколько секунд, мы вернёмся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Ну что ж, с вами Елена Овчинникова, и мы продолжаем тему. Женщина с двумя детьми выселяет из только что купленной ей квартиры. Нам показывает ей звонок. Давайте послушаем. Алё, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Татьяна Алексеевна. Татьяна Алексеевна, слушаем вас. Вот вы знаете, самое страшное в всей этой ситуации, что вот эта Наталья нифига не получит. Вот даже если этих, обеих дам посадят в тюрьму, они ликвидируют всю свою собственность, них нечего будет взять. И вот самое страшное, что эта женщина будет сидеть и плакать и слёзы лить. А вы думаете, у нас здесь напрасно сидит министр? Вы думаете, что у нас напрасно представитель по защите прав человека будет в эфире? Я думаю, что мы не бросим... Нет, нет, Елена, я понимаю ваше желание, я понимаю ваше желание эту ситуацию исправить. Но в Кирове уже была такая ситуация, и показывали по центральному телевидению. И единственное, кто помог, это Павел Астахов, который принёс женщине сертификат на тысячу, на миллион восемьсот. Вот единственное, потому что никакие суды ничего не помогли. А давайте не будем умалять достоинства моих гостей. Давайте не будем тормозить нас в этом начинании. Мы всё-таки постараемся не до Астахова. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо большое. Ради бога, помогите. Мы постараемся своими силами разобраться в этой проблеме и решить беду. Эту проблему надо, как Турула сказал, в судебном порядке решать. Доводить в судах порядок, чтобы суды у нас действительно были независимые. И действительно они решали все вопросы так, как положено. А не так, как бог на душу положит. Спасибо вам большое. Ну что ж, вот прозвучало мнение. И прозвучало достаточно пессимистичное мнение. Хотя, в принципе, я тоже пессимист. Но здесь до такой степени мне жалко человека, что я пообещала обеим женщинам, я пообещала риэлтору, я пообещала продавцу, пообещала, что я буду доводить это дело до конца, потому что это безумный грех. Это безумный грех. Причём, что сама Симонова Евгения Витальевна, владелец, директор вот этого «Зенита», она мать троих детей. Для меня понятие «гений и злодейство» для меня несовместимо. Я не могу понять, как можно так. Тем более, что сейчас давайте попробуем продолжить тему. И всё-таки попробуем, на мой взгляд, стоит, если не доказать, то хотя бы зародить зерно сомнения в той части, что Наталья квартир потеряла не без риэлторского участия. Давайте попробуем зерно сомнения. Почему? Потому что Наталья в своё время обратилась в полицию. Вы написали заявление. Вы пришли в прокуратуру, прокуратура вам «дынь», как сказала. Не-не-не-не, это к терапевту. То есть вы пошли на Красино, написали заявление. Это было 2 июля. И? Юля. Юля. И? До 2 ноября. До 2 ноября. Как говорится. Июль, август, сентябрь, октябрь. 4 месяца тишины. 2 ноября. Вам что? 2 ноября меня вызвали на допрос на молодую гвардию. Так. И вам сказали, ой, мы признали вас потерпевшей. Да. Какое счастье. Я думаю, что люди вот слушают нас 15 минут, они уже все поняли, что вы потерпевшая. А там нужно 4 месяца для того, чтобы это понять. Ребята, они каким-то другим местом думают или у них как-то время по-другому течёт? За это время вы потеряли квартиру, они могли начать, они могли возбудиться, они могли начать работать. И, Валерий Алексеевич, на мой взгляд, судебные решения могли бы быть другими, если бы дело бы уже ушло к определенным позициям, уже были признаны кто-то виновным, кто-то на решение суда повлияло бы? Повлиял бы только приговор, только приговор. Но 4 месяца рано, это слишком небольшой срок для того, чтобы появился приговор. Я не про приговор, я про то, чтобы хотя бы... Вами приговора, никакой приюдиции я больше здесь не вижу. Ничто бы не повлияло. Ну, то есть они тянулись и... Решение гражданских судов абсолютно верное, абсолютно законное. А вот вопрос единственный только вот в этом случае. Как быстро сработает полиция? Как быстро было... Я про это и говорю, так может быть, она шевелилась бы побыстрее к этому времени. Не успеть, за 4 месяца она бы не успеет. Можно, да, Елена? Да, 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 да. Ну, в принципе, я бы, наверное, все-таки хотел поддержать Наталью, да, и не убивать в ней оптимизм, потому что тот звонок, который был, я считаю, он не должен вас останавливать. По крайней мере, из того, что я услышал и прочитал сегодня, и те документы, которые я видел, у вас шансы есть, шансы неплохие вернуть свои средства. Другое дело, платежеспособны ли те продавцы на сегодняшний день, которым вы отдали деньги. И я бы еще вот, да, секундочку, я бы еще все-таки вернулся, и когда будут судебные, наверное, разбирательства к деятельности риэлторского агента и риэлторов непосредственно, почему вам, собственно, не предложили пойти в банк, не переписать ипотеку на себя с дочерьми, погасив имеющимися у вас там в наличии средствами вообще, в принципе, эту ипотеку, либо там вы бы гасили ее материнским капиталом, но она была бы переписана уже на вас. Вот в чем дело. Уже на вас была бы переписана ипотека. И с банком, я думаю, когда в банк приходит неплатежеспособный покупатель квартиры, у которого ипотека в банке, банки всегда пойдут навстречу, чтобы получить платежеспособного клиента. И вот теперь именно та позиция, которую вы сейчас озвучили, именно та позиция, о которой вы сейчас сказали, вот вселяет надежду. Почему? Потому что, вы знаете, если приэлторы действительно пошли, занялись и просто на Наталью переоформили всю ипотеку. И они это знали. Знали. И не могли не знать. Но они сделали так, как сделали. Пропало миллион четыреста. Материнский капитал использовать на платеж по чужой ипотеке невозможен. Хотя можно было все решить одним движением в банке. И можно дополнить все-таки, да, Наталья, вот я посмотрел договор на одной страничке у вас с агентством. Честно сказать, я тоже стою в ситуации, когда продаю свою квартиру в Новосибирске. Хочу добавить средства материнского капитала и приобрести таки квартиру в Кирове по истечении пяти лет жизни здесь. У нас тоже есть материнский капитал в семье. Но я бы такой договор не подписывал, потому что здесь непонятно, да, что значит обязуется оформить заказчику квартиру. Толковать можно как угодно. И в договоре не прописана ответственность вообще никоим образом риэлторского агентства. Дальше по вопросу сертификации, лицензирования, аккредитации, чего угодно. Все-таки, мне кажется, гражданам тоже надо обращать внимание, с каким агентством они имеют дело. Достаточно крупные агентства, которые берегут свою репутацию, берегут свое имя, они сейчас страхуют сделки. Страхуют. Не исключен, то есть не надо здесь, ну, я так считаю, да, это может быть к Зениту не распространяется, но есть агентства, которые добросовестно работают и которые сами могут стать жертвами мошенников. Кирилл Сергеевич, а я, простите, с этого начала, что продавец Лазарева взяла Власову за руку и привела в то агентство, потому что через них она продавала, там не было инг вариантов. И человек не заподозрил подвоха. Есть достаточно много крупных агентств, которые именно страхуют свою ответственность перед клиентами до достаточно крупной суммы. И я так понимаю, у них тоже есть какие-то свои саморегулируемые организации, к сожалению, я там плотно в этой сфере не работаю. Но мы все, как потребители каких-либо услуг, должны обращать внимание на то, с кем мы, собственно, вступаем в правоотношения. Можем ли мы ему доверять? Застрахованы ли наши риски? И когда мы уже делаем оценку, да, а риск, собственно, там, услуга стоит дороже, но рисков меньше, или услуга стоит дешевле, но рисков больше, мы тогда уже принимаем для себя решение, с кем работать. Кирилл Сергеевич, а вот возвращаясь опять к выступлению Турула, я вам, знаете, что хочу сказать? Вы знаете, вы министр. Вы министр. Наталья обыкновенный продавец. Это не умаляет ее достоинства. Но разница в знании законов и так далее, она существует. Почему государство называется правовым, что оно равномерно для министров и для продавцов? Оказывает равные услуги за равные цены, равными по совести людьми. Понимаете? Я понимаю, о чем вы говорите. Да, мы, извините, очень часто дураки, не знающие законов. Нет, абсолютно с вами согласен, но я там и согласился, несмотря на то, что, как мы с вами обсуждали до эфира, вопрос там не моей компетенции, не компетенции министерства. Мне эта история интересна еще и тем, что она, не дай бог, да, в кавычках, может стать личной, там, не только для меня, не только для Натальи, для многих, имеющих на руках материнский капитал. И я тоже, услышьте меня, я тоже не покупаю каждый день квартиры. Я еще в своей жизни, там, один раз всего приобретал жилье, и было это в далеком 1999 году вместе с родителями. Все. У меня нет такого опыта, как есть у профессиональных риэлторов или у профессиональных участников рынка недвижимости. Нет. Но в любой ситуации у нас, у всех, и у Натальи в том числе, и у меня, и у вас есть жизненный опыт. Есть жизненный опыт. И я ее не осуждаю. Я ее не осуждаю. И я не осуждаю, потому что я бы тоже пришла и тоже бы... Я считаю, что здесь есть чем разбираться, в том числе, там, следственным органам. Это мое личное мнение, я как, там, человек. И еще, Кирилл Сергеевич, я знаю, вот сейчас у нас закончится, там, три минуты до окончания первого часа эфира, уже две. Я знаю, что вы по работе вынуждены будете уйти, и поэтому у меня к вам вопрос. Скажите, вы как министр, министр социального развития, я понимаю, что это не в вашей компетенции, это, как бы, не ваше поле деятельности, это вообще не ваше поле того, что случилось с Натальей. Но, но двое детей, еще что-то. Вы, как министр социального развития, какие-то движения можете совершить, или вы только можете рекомендовать Наталье делать вот так, а не иначе? Нет, ну, смотрите, мы живем в правовом государстве, я так понимаю, что Наталья, там, склонна подчиниться решению суда, правильно, понимаю, в настоящий момент не совершать никаких противоправностей. Ну, я и говорю, да, не совершать никаких, тем более ни сил, ни средств, ни возможностей, противоправных действий. Вот, что касается детей, да, и я обращаюсь не только к Наталье, а ко всем жителям Кировской области, соцзащита на то и есть, чтобы помогать. И не надо пугаться, если действительно вы оказались на улице, ситуации всякие бывают, у вас двое детей, мы на срок, там, до полугода можем принять детей в приют. Нет, я понимаю, что вам это не нравится, вам это не подходит, вы спрашиваете, что может предложить государство в данной ситуации на основании тех законных, да, я подчеркиваю, законных решений, которые государственными же органами власти приняты. Мы можем сейчас сделать все, чтобы эти дети, а, не замерзли, были одеты, обуты, сыты, получали образование и так далее. Ну, редкая хорошая мать, конечно, отдаст ее детей в приют, но, по крайней мере, вы меня спросили о возможностях, я не могу предоставить жилье, у меня нет своего жилищного фонда, вопросы предоставления жилья – это всегда вопросы муниципалитетов, нуждающимся. Я обращалась в органы РПК, они сказали, что резервное жилье полагается только погорельцам. Это касается именно маневренный фонд и так далее. Да, но я спрашивала их, как раз вот наша ситуация, они тоже в курсе. Нет, вас при потере жилья, вас, естественно, муниципалитет должен будет признать нуждающимся в улучшении жилищных условий, но никаких прав неочередного получения жилья на условиях социального найма у вас, скорее всего, не будет. Поэтому пока вы не определитесь с тем, где вы будете жить, снимать ли вы будете жилье, хватит ли у вас средств на съемку этого жилья, какого качества будет это жилье, государство может взять на себя заботу о ваших детях на определенный период, и это, естественно, не переживайте, не будет связано с угрозой лишения вас каких-то родительских прав в дальнейшем, чего всегда пугаются очень многие. Ну что ж, Кирилл Сергеевич, спасибо большое, напоминаю, что вы сейчас слышали мнение министра социального развития и как министра, и как человека. Я вам говорю спасибо и до свидания, потому что вы сейчас уйдете по работе, а наш эфир будет скоро продолжен, и у нас впереди еще будет время для того, чтобы добить эту историю до конца и разобраться в том, что происходит. Спасибо большое. Перерыв. До свидания.